Здравствуйте, подписчики канала и все, кто интересуется лекарственными грибами. Сегодня мы продолжим ознакомление со съедобным лекарственным грибом «Говорушка дымчатая». И я предлагаю вашему вниманию обзор научных публикаций касательно ее противораковой активности. Для того, чтобы посмотреть другие публикации в отношении данного гриба, необходимо, находясь на моем канале в YouTube, воспользоваться плейлистом «Говорушка дымчатая» или найти их на авторском канале в Одноклассниках. Текстовое сопровождение публикации можно найти непосредственно по данным роликам. Итак, Хедошрейс, автор и представляющий Центр инфекционных исследований имени Гельмгольца и Университет Бремена, Германия, в работе «Вторичные метаболиты оликаного типа из погруженных культур базе омецета «Говорушка дымчатая» сообщили, что из «Говорушки дымчатой» были выделены 7 сисквитерпиноидов, названных небуканами AG1-7. При оценке биологической активности небукан G7 проявлял значительную цитотоксичность в отношении клеточных линий MCF7, AD-карциномы протоков молочной железы человека, и А431, эпидермоидной карциномы. Следующая работа «Кан Анар» и соавторы, представляющие Университет Анкары, Турция, работа «Экстракт говорушки дымчатой» и «5-фтороцил» синергетически подавляет рост клеток колоректального рака NT29, индуцируя остановку S-фазы». Сообщается, что колоректальный рак является третьим наиболее часто диагностируемым типом рака в мире. Ожидается, что в 2030 году число случаев колоректального рака увеличится на 60%, достигнув 2,2 млн новых случаев и 1,1 млн смертей. Хирургия, лучевая терапия и химиотерапия по-прежнему остаются основными вариантами лечения данного вида рака. Однако 40-50% умирают из-за рецидивов, метастазов и лекарственной устойчивости. Сообщается, что 5-фтороцил является важным противораковым средством для лечения колоректального рака, но лекарственная устойчивость и дозависимые побочные эффекты ограничивают эффективность лечения. Поэтому разработка новых фармацевтических препаратов с эффективной и низкой токсичностью крайне необходима для лечения рака. Целью данного исследования было изучение цитотоксической активности экстракта гриба, говорушка дымчатая на клетках линии рака толстой кишки человека НТ-29 и КК-2. С этой целью на них и нормальных клетках ХЭК-293 была проведена серия экспериментов инвитро, включая анализы цитотоксичности, взаимодействия лекарств, образования колоний, клеточного цикла и миграции. Результаты показали, что экстракт из говорушки дымчатой проявил избирательную цитотоксическую активность в отношении клеток рака толстой кишки НТ-29 и КК-2, тогда как цитотоксический эффект не наблюдался на нормальных клетках ХЭК-293. При сочетании экстракта говорушки дымчатой и 5-фторурацила, их цитотоксическая активность на клетках НТ-29 значительно повышалась по сравнению с их использованием по отдельности и также продемонстрировала синергетическую противораковую активность за счет остановки клеточного цикла в С-фазе. Следующая работа. Милиция Перешич, Нанут и соавторы, представляющие Институт и Йожифа Стефана, Люблянский университет Словения, в работе грибковый лектин, говорушки дымчатые, связываются с различными гликопротеиновыми рецепторами клеточной поверхности, избирательно вызывая гибель клеток в клетках Джукарт. Сообщается, что лектин говорушки дымчатый, ЦНЛ, проявляет антипролиферативное действие исключительно на лейкемическую Т-клеточную линию Джукарт, провоцируя гомотипическую агрегацию и дозозависимую гибель клеток. ЦНЛ избирательно вызывает атипичную гибель клеток в клетках Джукарт, что указывает на потенциальную применимость этого лектина в новых стратегиях лечения и или выявления острого Т-клеточного лейкоза. Следующая работа. Наш дизетчи и соавторы, представляющие Университет Анкары, Министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Анкара-Турция, работа. Сравнение химического состава и биологического действия говорушки дымчатой и говорушки подогнутой. Сообщается, что грибы к клетоксибе уже давно известны своим разнообразным терапевтическим потенциалом и лечебными свойствами. В этом исследовании изучали спиртовые экстракты, в том числе полученные из грибов говорушка дымчатая, СН. Спиртовый экстракт содержал высокие уровни фенольных соединений, катехин, мерицитин, кверцитин, рутин, галловая кислота, виниловая кислота, ванилиновая кислота. Обнаружено присутствие клетопицина. Экстракт показал многообещающую антипролиферативную активность на клеточных линиях НТ-29. Это рак толстой кишки человека и МСФИ-7, инвазивная АД-карцинома протоков молочной железы человека. Делается вывод, что говорушка дымчатая является потенциальным источником натуральных лекарств. На сегодня у меня всё. До новых встреч на канале. Субтитры подогнал «Симон»